надо вот так 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 вот так вот не надо люди разделились на два лагеря кто-то говорит что я кардинально поменялась кто-то говорит что вообще то же самое речь про маленькую горбинку заметную только тебе горбинкой да нет ты не поймешь это вообще макароны какие-то засохшие я не думал что будет экскурсия по холодильнику он считает что нужно делать предложение внимание барабанная брод в 35-37 лет я такой уж так стоп ты готовишь два часа потом убираешь два часа одешь всего пять минут взрослая жизнь как она есть всем привет меня зовут ваня корнеев это канал несу свет и это один из самых долгожданных выпусков интервью в истории канала потому что вы ждете его с мая когда вышло интервью саши айс записаны и все в комментариях давайте софа купер давайте софа купер так ну давайте должно пройти время мы должны прийти друг другу и вот я пришел раньше носов такая мне сначала нужно сделать косметические дела и вот мы дождались пока их с вася алдерсом выселять квартир и будем последними кто суда придет посмотрим как вы как вы жили заценим вообще новую софу с новым носом это не постанова она опять лично да но мы там еще не были реально ничего не видел буду как первый раз реагировать все стучим здравствуйте здравствуйте как неожиданно и приятно ничего не говорю где где как много людей такие отчего менялась вот как много много людей разделились на два лагеря кто-то говорит что я кардинально поменялась кто-то говорит что вообще то же самое вот и как считаешь вот я такой да ну да просто решила пострадать поболеть и в целом все так же как я тебя видел да соф привет приветик привет спасибо большое что ты нас пригласила это спальня так что тут говорить тут вообще вся наша мебель вот этот шкаф наш зеркало телевизор стеллаж вы все сами закупили да то есть тут была только кровать и вот эти вот две тубочки все ну кстати я не рекомендую жить на третьем этаже потому что постоянный шум от машин постоянная пыль это конечно я как человек который жил на первом не рекомендую жить на первом потому что я клянусь у меня первый месяц у меня было ощущение что за мной смотрят люди в окно типа которые там гуляют кто из вас душнила ты или вася а ну вообще это мой подарок для вас но душнила она говорит вася и соседи комнаты это мой косметический столик а здесь гипс кстати вот я память сохранила вот смотрите прямо прям гипс вот и в нем ходила да вот ты сама первый раз посмотрела когда в зеркало ты такая ой я не хочу это вспоминать ну что это были какие-то очень необычные эмоции потому что я ну просто я себя не могла принять в зеркале потому что это был абсолютно другой человек но я испугалась как то есть я смотрю я понимаю что это не я это другой человек да стало лучше но у меня прям я почувствовала как земля уходит из-под ног этому как мне непривычно вот но сейчас уже сейчас отек спал и уже сейчас мне все нравится ну давно тебя ждут у нас я знаю я читала эти комментарии да очень рад что что мы здесь как как твои дела как ты супер отлично после операции восстановилась уже полноценно все сейчас живу радуюсь как счастливый человек сколько она сидела тебя в голове к такому же решению не приходит просто так конечно не приходит особенно в моем случае потому что я всегда считала что хирургические вмешательства это очень плохо вот но просто вот этот комплекс он во мне очень долго сидел лет пять точно и вот последние три года искала хирургов ездила смотрела хирургов 30 мне кажется я объездила мне просто очень хотелось жить в гармонии с собой смотреть на себя в зеркало улыбаться и радоваться потому что вот этот изъян он мне реально доставлял прям вот огромный дискомфорт повседневной жизни то есть я не могла на себя смотреть там на видео на фото мне всегда хотелось чуть-чуть фотошопить этот нос то есть это уже прям переросло в прям в огромную проблему в моей голове а ты с психологом не занималась теоретически нет просто знаешь когда я видела что какой-нибудь блогер да раз в полгода сделает себе ринопластику то есть я понимала что это очень востребованная операция и подумала в какой-то момент почему бы ее не сделать раз это такая моя мечта из-за внутренних побуждений для улучшения самооценки и самоощущения но все правильно это ну это же речь про маленькую горбинку заметную только тебе горбинкой да нет ты не поймешь логично до родители поняли ну мама она вообще со мной была в этом деле то есть она со мной ездила на консультации к хирургу сажи тоже она меня поддерживала а папе я очень боялась говорить что в какой-то момент я поняла что нужно ему сказать все я уже точно решила что буду делать уже там выбрала хирурга уже там дату выбрала и думаю как ему сказать потому что я вот так задумывалась как бы я отреагировала вот на его месте если бы у меня была дочь сказала бы я вот хочу сделать операцию не знаю я ему сказала пап ты можешь скучать по мне прошлый но полюбить меня настоящую и вот он как-то так он меня вообще абсолютно понял и ездил там со мной на все перевязки очень подбадривал так что моя семья просто лучше ну ты стал счастливее скажи да 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 вот стоило да это это точно того стоило абсолютно арты вы вы на заказ делали или тут рисовать сами рисовали ходили на мастер-классы да и это тема я хочу сказать нам очень понравилось потому что ты кайфуешь от самого процесса рисования и плюсом ты получаешь ну забираешь себе домой вот эти картины и это уже как часть интерьера получается давай посмотрим книжки кстати подсознание может все классно читал это первый до журнал где ты прям на обложке да это еще со старым носом да ну вот и гна можешь найти 10 отличий ты смысле я их я очень вижу отличие не знаю как его другие не замечают это прям сам не анти уважаемые зрители ну вот пожалуйста вот вот посмотрите сюда и посмотрите что зритель напишет что изменилось психология 5 языков любви вопрос ответ уже психология да это 8 а этого не влияние да я теперь знаю все манипуляции какие-то за лет 14 на 15 до 20 лет не я знаю горит психологию влияния да хочу о своей квартире не думаешь смысле у нас есть свои квартиры мы сейчас ремонт не делаем а и потом туда заедете до квартиру а саши свои деньги поскольку он был это было год назад получается летом девятнадцати ну и что сказать человеку которому 28 до сих пор не купил себя квартира заканчиваю ребятам испалились причем так тупо да у меня только-только всегда только аплодисменты у меня шикарная дочка жена и канал который растет не по дням и по часам остаемся ладно блин но это чё за чувство было когда вот вы вдвоем получается купили квартиру классное чувство мы давно очень хотели планировали купить квартиру в москве я не знаю сейчас кто там будет жить потому что мы изначально ее купили когда же мы жили все вместе всей своей семьей потом мы получается разъехались каждый там способ по своей квартире да и сейчас немножко непонятно это уже приятная проблема знают на гнездышко такое да сможем встретиться вместе всегда можно снимать какой-нибудь контент да как же без совместного контента он тоже есть саша она а из потому что ну она любила коньки и фигурное катание ты занималась танцами да сколько лет лет 7 лет я занималась танцами три года занималась вокалом сцена была мне очень близка но в какой-то момент я просто поняла что блогинг берет на себя больше что я больше себя вижу именно блогерстве чем в танцах все параллельно шло да да параллельно я все совмещала у меня вообще было бешеное желание снимать контент я после школы приходила домой бежала домой чтобы снять новое видео с каким-то просто маниакальным желанием снимать видео то есть мне пришла идея мне сразу хотелось ее реализовать вот потом саша еще подключилась и уже как-то мы вместе начали двигаться я уже видела в ней своего союзника несмотря на то что у нас два разных канала было все равно мы как-то вместе придумывали идеи вместе их воплощание очень многие блогеры становятся блогерами потому что они в социальных сетях вот у них в жизни нет друзей да им одиноко и они хотят найти в социальных сетях поддержку анька покров приходила и рассказывал нам здесь на канале что она искала одобрение все не хватало в жизни одобрения ты идешь соцсети ты ищешь там вот одобрение подсознательно все на только потом это осознанно поняла ты вот как объясняешься желание бешеное снимать я всегда жила в любви в достатке у меня было там огромное количество друзей но как-то мне просто вот чисто как хобби мне это нравилось просто сам процесс да когда ты там делишься чем-то на аудиторию правда сначала она была очень маленькой там 5 10 подписчиков потом я помню мы с сашей сняли йога челлендж и мне приходит уведомление что ваше видео преодолело отметку в 1000 просмотров я думаю что целых тысячи человек посмотрели это видео то есть тогда прям зашкаливали эмоции потому что вообще не ожидала этого и все потом потом песню реальной жизни там уже вообще все как снежный ком все пошло поехало то есть ты начала в каком классе это делать в 10 лет мне было я увидела как лучшая подружка моя снимает видео она постоянно ходила с телефоном и снимала просто как она там приходит из школы делает уроки там снимала кошку свою как она обедает и думаю что это такое но спросил у нее зачем она это делает для чего и вот она мне рассказала в этой платформе и вот так я тоже решил попробовать сначала я снимала на старый планшет монтировал вообще абсолютно обычной программе там на планшете ну потом потихоньку контент в качестве он рос но и росла аудитория аудитория да мне кажется если я снимала одна возможно я бы быстро перегорела так как со мной была саша мы как-то вместе вот снимали две сестры многие вообще думаю что мы близняшки хотя мне кажется мы не похожи ну не суть дело в том чтобы просто вот мы как-то вдвоем за общий успех за общее дело всегда топили снимали было круто это мажор это мажор смотрите в 19 лет своя квартира 18 вот это мажор вот такая специальная палочка вообще я семь лет занималась танцами марш-парад марш-парад да вот и там вообще такая забавная история я изначально просила маму чтобы она меня записала на современные танцы там по типу тодеса так там в направлении хип-хоп что-то такое а и мы на тот момент переехали в коломну естественно в коломне ничего такого не было и вот мы приезжаем помню к зданию под названием дк коломна я захожу и там девочки маршируют с этими палочками крутят их там всякие трюки мам стоп я что-то не поняла ну в итоге вот так получилось что семь лет я занималась данном ставили разные номера с мажорами с помпонами с флагами там мы летали в разные страны на соревнования там призовые места занимали руки-то помнит какой-нибудь трюк можно какой-нибудь самый сложный чтобы я такой йоу это реально 7 лет занималась да ну подожди я не знаю ты потом музыку подставишь танцевать музыка будет надо вот так вот так вот не надо но слушай я в шоке с того что руки помнят до сих пор не прервалась ни одной склейки это было спустя 40 секунд а для новичка какой-нибудь трюк ну а сначала учат вот так вот потихоньку вот так вот типа ты что-то мешаешь нет вот так вот возьми прям в кулак прям беру и вот так вот делаешь потихоньку расслабляешь и потом вот так вот в объектив поэтому я не буду ускоряться извите меня ребята да нормально потом мы там их под залепать или знаешь мы мы свое время на ручками учились что-то там вертеть крутить вот так вот кто какие-то пацаны могли пальцами вообще абсолютно где вот пальцами вау вау но это аплодисмент друзья если если вы не поставили еще лайк обязательно вернитесь спуститесь и поставьте и напишите в комментариях софа мы хотим от тебя такой контент сделай об этом большой влог почему нет тем более архивное видео есть если напишите обязательно сделаю но при этом саша сначала реально рассматривала на полном серьезе возможность там быть фигуристкой но по крайней мере в детстве там точно у тебя в какой-то момент была какая-то вилка кем-то кем-то хочешь быть я не загадывал если честно я не знала что блогинг это надолго в начале своего пути когда подписчиков было мало я больше рассчитывала именно на танцы потому что тогда прям все успешно шло насколько ты хороша была в танцах типа там чемпионка хороша я была у меня ставили солисткой некоторых номерах в первой линии всегда была миллион кубков у меня стоит дома в коломне то есть я говорю очень прям успешно все шло но в какой-то момент я просто перестала видеть перспективу в этом все-таки не такой популярный вид танцев хотя мне он очень нравился и он правда он эффектный он и не знаю почему у него так мало людей знают все как-то снимали снимали потом учеба закончилась в школу и такой переломный момент наступил когда надо было решать что делать либо ехать в москву переезжать вместе с сашей либо оставаться в коломне и учиться до 11 класса я всегда была уверена что доучусь до конца в школе на что я всегда была отличницей но я понимала что если я останусь учиться в коломне то это чисто два года без совместного контента саша тогда мы были прямо на пике популярности было бы тяжеловато я очень долго думала ты прям такое тяжелое решение для меня было не представляла себе самостоятельную жизнь я боялась метро я боялась ним запутаться вот но в итоге сейчас оглядываясь назад я понимаю что это был было абсолютно правильное решение потому что в москве были разные мероприятия тусовки то есть там мы были мобильными с сашей а в коломне как-то особо будущего я не видела ты получается на ютубе 9 лет уже да да очень много ты пережила взлет вайнов вообще представляешь потом ты пережила взлет тик тока там ренессанс телевидения вк и вот как бы youtube и до сих пор здесь было да было обидно мириться с тик токерским форматом вот этих вот вертикальных видео 15 секундных где там ставили телефон чисто снимали какие-то танцульки не запариваясь выкладывали и мы там сашей придумали видео сценарий написали огромный там нашли локацию подобрали там актеров для песен реальной жизни начали снимать потом на монтаж уходили там сутки это конечно было обидно и продолжили снимать контент уже больше делали упор на влоги блоги это же вообще у скул который ушел к сожалению из ютуба он стал таким сейчас мне кажется тоже влоги ну такой ренессанс небольшой но в основном то заходит шоу нужно делать масштаб нужно вкладывать больше нужно типа делать больше вот у меня в какой-то момент из-за вот этих шоу у меня прям случилось выгорание потому что я понимала что если раньше все было так легко беззаботно ты снял пришла идея все снял выложил то сейчас это нужно запарить шоу подняли планочку конкретно да то есть канал растет качество тоже тоже должно расти и уже ты как ты пытаешься прогнозировать просмотры думаешь там что зайдет что не зайдет уже как бы скептически относишься к идее которые тем тебе приходят в голову и как ты думаешь блин чё-то надоело ну не прям так конечно я всегда знала что нужно снимать нужно продолжать нужно все-таки мне это нравится какой-то момент вот как раз в начале сентября мы с сашей поняли что хотим развиваться еще где-то и вот пошли на курсы восстанкина на курсы по актерскому мастерству и телеведущих вот чтобы потихоньку как то все равно мне кажется актерское мастерство но как-никак связано с логосферой потому что даже те же песни в реальной жизни мы учим сценарии мы там отыгрываем эмоции нужны формату сколько лет уже получается песни жизни до 6 ну да наверно и он до сих пор жив и его любят его смотрят это уже нужно онлайн кинотеатром продавать кстати да на секундочку попал я попал да хотим реализовать сериал целый песни в реальной жизни чтобы это было типа прям сюжетная линия которую да она несколько серий сейчас просто думаем как это лучше все реализовать надеюсь вы сами пишете ну там частично там совершенно очень другая история то есть мы там уже не саша не слов а там уже другие имена целая история другой там сну то есть сюжет любовный естественно ну естественно вот это гардеробная да там не очень красиво ничего себе зато зато сколько мест еще до комната полноценная у меня у дочки меньше комната чем у вас гардеробная клянусь и думал сначала сюда поставить свой рабочий стол компьютер но потом передумал но кстати это было бы удобно потому что он обычно там комментирует свои игры когда там играет и мне постоянно мешает ты встречаешься стримером получается чтобы закрыть геймера и пусть он там варится своем соку еще будет звукоизоляцию поставить чтобы ты там мог вообще ругаться типа прямо рать да он обычно орет я спать не могу из-за этого такой гардеробный было очевидно что кухня будет уже ого-го кухня огромная да аж два холодильника дамы господа вася алдерсон геймер филантроп и монтируешь вот здесь утром я не монтирую на макбуке у меня нет рабочего места я всегда хотела себе рабочее место но в этой квартире и здесь что вот в следующий я смогу себе его устроить вот я монтирую на макбуке так давайте кстати да напишите в комментариях кто из этой пары нарисовал вот этот рисунок а ты готовишь скажи пожалуйста ты готовишь вот она готовит я раньше я раньше вообще не готовила когда пришлось обособиться от семьи потому что раньше это постоянно делала мама или бабушка ну конечно жизнь вот столкнула лицом к лицу с готовка поэтому сейчас вот каждый день приходится что-то придумывать что-то готовить последнее что она приготовила вас чтобы так скажем карбонара как мы договаривались сырники были последние ты из таких блюд в ресторане можно плов можно борщ можно карбонара ты готовила борщ сама до несколько раз я этим горжусь и как это было вот честно по мне вообще прекрасно ну там наверно молодец как репетировали абсолютно все что нужно было было но это конечно очень много времени уходит на готов да 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 а потом чтобы помыть все готовишь два часа потом убираешь два часа одешь всего пять минут как-то вот мне такое не нравится дамы и господа взрослая жизнь как она есть тебе 19 лет правильно да это уже три с половиной года я почитал в отношениях да вася такой сидит вздох был говорящий да я не понимаю пока о чем он говорит а он говорит о том что это для меня такая прям большая цифра три с половиной года мне кажется так много как ты вот в 16 пришла к отношениям вообще в целом как как тебе сейчас живется насколько тебе это органично это было 16 получается на абсолютно комфортно мы познакомились в как раз вот во всю эту эпоху тикток хаосов массаж приехали квасе в джаз тим хаус и как-то я такая скромненькая стеснительная девочка помню что я увидела васю и мы как так вот прям вот замочились там плане что он как-то не знаю близок мне по своей натуре он тоже такой вот скромненький да да ну вот и какая-то вот искра тогда пробежала и я помню что он мне понравился когда мы уезжали из этого тикток хаоса я подумала что все это конец но как бы он мне не напишет на что по нему он вообще очень хорошо вскрывает свои эмоции ну я не думала что я ему понравилось тоже что-то было взаимно а в итоге мне через какое-то время приходит сообщение в директе о том что там давай погуляем вместе и думаю вау и вот так вот мы всем погуляли в парке горького закрутился этот роман и мы до сих пор вместе три с половиной года в шоке потом начали жить вместе я не знаю в чем секрет наших отношений этих долгих наверное в взаимопонимании том что мы очень похожи да в топ-15 крепких пар русского блогинга диване саши тоже они же ну хотя у них там вообще бурно вот а вот вас как-то спокойно нас вообще почему у вас без американские горы без русских город друг друга понимаем живем в гармонии в любви с самого начала до самого начала у нас очень никогда не было прям таких жестких ссор когда мы там уезжали друг от друга я правда не знаю как так вышло просто мне кажется мы сошлись характер и еще какие планы ну я не знаю какие планы вася вообще считает мы как-то с ним это обсуждали он считает что нужно делать предложение внимание барабанная дрот в какой-то цифру назвал в 35 37 лет я такой так что нормально до этого не трогай меня до если у тебя и мнение не меняется ты деградируешь этого нет я считаю что когда все стабильно будет все с работы хорошо с квартиры тогда уже можно ну смотри сова квартиру купила вы увидели меня когда я делал предложение вот примерно такой же был серьезный шаг как по кайфу будет я в 25 вот нормально все время есть да как давно ты получается съехала от родителей после тейланда это прошло получается как все получилось она кого ну а мне куда соответственно я вот решила с вася и в этом привыкли я поняла что просто смысл мне продолжать жить мама и бабушка если саша уже будет другом месте уже как бы контент мы вместе снимать не будем в одной квартире и уже ну как-то вот так жизнь сама как будто вот так все расставил тебя тебе только 18 и как как это было как вот и столкнулся потому что я у съехал в 23 я плакала от того что я не хочу уезжать от мамы я помню помнишь в таиланде когда вот это все мы узнали то что ваня ключи от своей квартиры саша подарил и мы поняли что нам-то тоже нужно как-то двигаться тоже нужно искать квартиру вот начнется взрослая жизнь а вася до этого жил один да и конечно ему в кайф сейчас съехать со мной конечно готовит убирают какой-то вот нашли квартиру переехали сюда и как-то все нормально все очень так органично получилось и мама переживала тоже у нас такая тесная связь с мамой она переживала очень как она будет без нас но в итоге нормально всем нормально сейчас и мы тут недалеко друг от друга да поэтому все четко то есть тебе правильное решение ты доволен я считаю что да я не могу себе представить себя в таком раннем возрасте ты вроде такой такой все можно теперь приходить я на тот момент вообще не была готова к самостоятельной жизни меня это был шок при этом вот типа за этот год что-то внутри отношения что-то поменялось этот вот быт он как кстати я не скажу что у нас какие-то бытовые конфликты возникают на фоне совместного проживания нет гладко но как бы есть какие-то свои вопросы которые есть совершенно ясно что возникли бы решаются все хорошо находим и компромиссы все отлично слушай но вот ты говоришь да у тебя все ровно домой в отношениях и в целом и вот тут у твоей сестры происходит вот такой роллер костер еще в этот момент в этот момент еще в таиланде когда там какие-то пики ты как как сестра как ты была рядом каждый день тебе саша все вообще рассказывала конечно я сразу искал что я поддержу любое твое решение вот и как произошло так произошло в итоге я правда искренне счастлива за ваню за саш очень рада за никто что они вместе сейчас у них все хорошо все стабильно пока надеюсь так и будет у них там свои какие-то внутренние конфликтики в которые как бы я стараюсь не влезать вот но я конечно всегда поддерживаю сашу постараюсь помочь каким-то советам у нас в этом плане вообще мы очень близко саши общаемся у нас такой коннект мы до сих пор да даже но вот вы же разъехались остался все равно но при этом да я вообще переживала как мы будем друг без друга так нормально вот и видим сейчас очень и снимаем даже совместный контент то есть это сестринский сестринская любовь она никуда не не делась а с треками чего давно не было вы на стоп поставили нет ну да у нас был такой долгий перерыв но сейчас решили сначала двигаемся мемными вирусными треками типа обыгрываем тренды там да было такое сейчас вот хотим записать трек мы это такая заявочка на хит мне кажется в силе а насти такое что будем пробовать но я просто уже видела одну заявочку на хит как они называют меня маме я такой саж ну где это в здании прикол это слишком серьезно восприняли желание развиваться есть музыки есть да есть но как бы параллельно то есть не на первом плане музыка но вы опять вдвоем опять вдвоем да я думал над сольным треком ну просто у меня ощущение что больше заходит именно совместные возможно попробую сольный тоже папа мне еще говорит что мне нужно петь и что зря я вообще перестала заниматься вокалом ты перестала я перестала да потому что я начала бояться бояться сцены то есть я как-то вышла на сцену забыла слова песни и я стою супер растерянная и вот все это был такой момент который меня прям сломил в плане вокала я перестала заниматься продолжил записывать песни на перестал заниматься вокалом ну да ну ладно именно вот на сцене чтоб сольный выступать конечно я вот немножко сломила меня кто знает возможно я себя найду в музыке и буду записывать треки а у них тут два холодильника давай посмотрим что там зачем вам два холодильника тут моё молоко альтернативное слушай яйца тушенка в 10 банок а кто тушенку из вас кушать скажите мы вместе вот они блогер вполне себе смотрите вот это вообще макароны какие-то засохшие я не думал что будет экскурсия по холодильник не забрала его просто у нас один сломался вот этот она купила новый а этот не забрала логично теперь у нас вот два холодильника сущину ничем чисто говоря не отличается холодильник от обычных холодосов даже тушенка еще тушенка тушенка да вот так вот питается блогер а это кто писал люблю вас это вчера мама написала мы отмечали покупку машины чей саша вчера подарили это был правда шок я очень рада за сашу очень прямо чем вайка прям сюрпризом подарил какой ванька родители показать она вчера к нему приехала на домой точнее приехал спускайся он с клубникой в шоколаде ну просто решил не подарить что это твоя машина как я сейчас выдохнула такой а не ванек родители какой кайф фух что вчера нам пишут родители типа приезжайте в новую квартиру тут недалеко приезжайте выберем цвет дивана это очень важно вот есть два цвета камера не передает вот нужно именно в живую саша там с другого конца москвы ломанулся ту квартиру я приехала тоже все мы выбрали спускаемся вниз на паркинг уже собрались уезжать и таки идем и видим красную бэху с бантом и есть видео я там мы идем и я шучу такая говорю саша саша смотри на тебе сюрприз то есть я не знаю абсолютно что это правда тебе сюрприз просто поровлило так на дней и я вижу как мама достает телефон начинает снимать папа достает телефон я думаю так стоп что это такое и в итоге смотрю она моргает ключами ее открыли и саша поняла что это ее машина еду мощные родители мощные родители респект родителям сказали папа привет я больше но если там чуть будущее заглянуть для через пять ты где вы себя видишь заглядываешь ли ты так далеко или такая все есть момент и вот я в нем честно нет я вот за то чтобы именно жить в моменте конечно я ставлю себе какие-то цели планы но это все как бы такое короткосрочное просто я считаю что некоторые люди они настолько как бы одержимы своими собственными целями не настолько вот где-то там постоянно в будущем что они не успевают жить настоящим и наслаждаться вот именно моментом а я считаю что нужно именно кайфовать от того что у тебя есть на того что ты именно и вот имеешь сейчас и вот за последний год во мне укоренилась такое сознание необходимости чувство благодарности я каждый день перед сном просто благодарю бога за то что у меня есть за что мне такая любящая семья такая понимающая аудитория за то что у меня там своя машина 18 лет квартиры которым там саши купили это даже скорее не про материальные блага это чисто про окружение и про людей то есть я очень рада что сейчас вот моей жизни все так хорошо потому что многие просто в комментариях пишут что у вас такая семья вот типа у меня совсем не так у меня там родители меня не понимают или вот мне кажется многие сталкиваются с такими проблемами а у нас как-то всегда все было так ровно так вот взаимоотношения прям суперские у нас я вспоминаю сашу и ее ответ да вот финально финально мы примерно так же заканчивали с ней интервью на чувстве благодарности за все то что есть за семью за то что все так складывается как складывается и это класс это вот еще раз говорит о том что у вас есть какой-то коннект это не не крутые слова ради ради роли и того что подписчики оценили какие вы классные подружки а то что вы реально думаете даже по по одинаковому не сговариваясь ну и давай я тебя всегда люблю я тебя знаю вот такой вот тебя знаю а уже уже с новым носом а что будет лет через пять но главное чтобы были влоги потому что это душа на душе на и кубе становится мало да даже вот у нас за залетает шоу залетий на бит но я такой нет мы будем делать интервью тоже в этом душа душевные конечно конечно и пусть кто-то проматывает их да спасибо все было было обнимаешь спасибо назад создал канал ефс сделал то о чем годами лишь мечтал вонясь и марусь помню все с кем начинал помню как не было страшно слава небу не засад не плакал но всегда вставал до нас уже статично те же голод и оскал любовь веру и поддержку каждый близкий отправляла если путь мой марафон то я без вас не добежал не